Текст вспомнил? Какой? По... Как там? Закручил? Зойку? А когда она начинается? Закатилась. Закатилась. Зойка залез. Смотрит, что есть там в ноги-то здесь. Это уносите скалы? Это отражается, Георгий Северный? Ну и сразу же. Сейчас буду вот так вот. На простой мере еще можно так быть? Можно. Дорогие друзья, сейчас я попробую рассказать вам, что вы уже увидели и что увидите позднее. Это запись со старой кассеты, еще домашней, домашней телевидения, ВХС, поэтому качество вполне понятно для вас. Но главное, конечно, содержание. Конец октября 1993 года. Даже точнее, 25-29 октября. Маркизе только что исполнилось полгода. И мы провели одно из самых замечательных до сих пор наших дел, как мы считаем. Мы провели премьеру, первый показ фильма великого русского режиссера Марина Куциева «Бесконечность». Простые зрители увидели картину в рамках нашей программы первый раз. Это было 25 октября 1993 года в нетопленном, но 90-е годы в нетопленном зале кинотеатра «Ударник». Потом был еще показ в «Победе», потом обсуждение этого фильма в легендарной девятой аудитории университета, а потом встреча у наших друзей, о которой я скажу чуть позднее. А сейчас вот к этому фильму «Бесконечность». Фильм был посвящен возвращению героя, трехчасовой фильм, возвращению героя в свое прошлое и в прошлые стороны. И когда Марлену Мартыновичу после первого показа фильма задали вопрос, задал его наш замечательный журналист Евгений Музалевский, как вы относитесь к прошлому вот в этой картине, как вы оцениваете прошлое, Марлен Мартынович сказал, немножечко подумав, замечательные слова. А ведь у нас теперь уже два прошлого. Два прошлого, имею в виду. Вот то тысячелетнее дореволюционное прошлое. И советское время, которое тогда, в конце октября 1993 года, уже стало для нас прошлым. А вот сейчас, на всякий случай я называю точную дату того момента, когда я говорю вам это, сейчас 13 марта 2019 года, и сейчас у нас, безусловно, уже три прошлого. Потому что то, что было в 90-е, нулевые, тоже уже ушло в прошлое. Так вот, эти 90-е годы, какие-то приметы, которых мы будем касаться. Какие замечательные лица нашей саратовской интеллигенции мы видели, когда вот в залах, где показывали кино Хуциевы во время обсуждения. А потом, 29 октября, мы встретились уже у наших друзей и у друзей Марина Мартыновича в квартире семьи Музалевских и главной действующей лицой, там, Ирина Колосова, но о которой, впрочем, Марина Мартынович сам расскажет вам подробно. А это такая встреча с гитарой, как это в то прошлое еще водилось. И вы видите корешки книг, которые тогда все узнавали, даже не считая названия, вот за пыльным стеклом этой самой старой, интеллигентской, полированной, небогатой мебели. И гитара примет того времени, и Булат Шалыч Акуджава еще жив, и жив Надежда, маленький оркестр. И в это время, как раз мы встречались 29 октября, как раз умирал Феллини. Он умрет 31 октября, а 29, когда о нем вспоминает Марина Мартыновича, и видно, как он чувствует, переживает это, Феллини еще жив, и с ним уходит целая эпоха, огромная эпоха. Собственно говоря, Марина Мартыновича такая же эпоха и мирового, и, конечно, нашего кино. Сейчас ему 94 года, и он только что закончил фильм «Не вечерний», а «Встреча Чехова и Толстого». Надеюсь, скоро мы его увидим. А это то, что вы увидите на этой бытовой кассете. Простая встреча друзей уже после работы с гитарой, с воспоминаниями, с разговорами. Такие еще водились в том третьем прошлом. Ой, что-то такая хорошая сангрия, надо, пожалуйста, сейчас... Сейчас кинем на пальцах, кому за следующий бежит. А, не, на углу у вас. Давайте попробуем сначала... Наша жизнь не игра. Подожди, минуточку. Минуточку, видите, я же скажу, пока... Ну, так я... А тоже писать, что юнгера, что ли, будет? Мы концерт, что ли, пишем потом? Наша жизнь не игра. Собираться пора, хант, малинов и лошади серые. Господа юнгера, кем вы были вчера? А сегодня вы все офицеры, господа юнгера, кем вы были вчера? А сегодня вы все офицеры, господа юнгера, кем вы были вчера без лихой офицерской осанки? Можно вспомнить опять, но зачем вспоминать, как ходили гулять по фонталке? Можно вспомнить опять, ах, зачем вспоминать, как ходили гулять по фонталке? Над гранитным немой гром стоит полковой, но прощанье не только стопили. На германской войне только пушки в цене, а невесту другой успокоить. На германской войне только пушки в цене, а невесту другой успокоить. Наша жизнь не игра. В штыковую ура замерзала, а как у пустыня? Господа юнгера, кем вы были вчера? Да и нынче вы все холостые. Господа юнгера, кем вы были вчера? Да и нынче вы все холостые. Закатилась озарь, козырец, будто канула. Понадвинулся небо, холодный сапфир. Может быть и просим, брат пощады Украина. О, какой сип! Только нам не менять офицерский мундир. О, грузчик бледнит. Я лучше. Может быть и просим, брат пощады Украина. Только нам не менять офицерский мундир. Затаилась речка под низкими тучами. Зашепталась тревожная черная гадость. И письма написать не представилось случая, Чтоб проститься с тобой до добра пожелать. И письма написать не представилось случая, Чтоб проститься с тобой до добра пожелать. Комиссаров не будет? Нет. И присяга верни, и молитва на вещи вели. Как любой безнадежный журн, ты чудо не жди. Ты холодным штыком, мое сердце горячее. Не жалей мундир, а сзади, а студи. Ты холодным штыком, мое сердце горячее. Не жалей мундир, а сзади, а студи. Растревуется зубка по любую достоинами. Опрокинется в траву вчерашний курнет. На убитом шине с золотыми погонами Дорогое сукно спрячет сабельный след. На убитом шине с золотыми погонами Дорогое сукно спрячет сабельный след. Да простят я все то, что я кровью своею испачкаю. И все те во мне, чья память крепка. Как скатится слеза на мою фотокарточку. Закроет альбом, дорогая рука. Как скатится слеза на мою фотокарточку. Да закроет альбом, дорогая рука. Ну, по-моему, это нельзя записывать. Это семьи, Городяна. Ну, это нет, мы тебя и запишем. Потому что потом дорогая рука. А потом давай дальше, потом? Да простят. Да простят я все то, что закрою своею кролочкою. И все те во мне, чья память крепка. Как скатится слеза на мою фотокарточку. Закроет альбом, дорогая рука. По-моему, это нужно записывать. Нет, вы не увидите. Вы тоже будете петь. На раю фотокарточку. Я это вообще хочу иметь на память. Кому-то я сам это пою. Поскольку все-таки там есть у меня. Те самые, которые в белогвардейцы не попали. Хотя мой один из дядей. Это у вас все хорошо получается. А давайте вы споете вот так у джавского. А, это я знаю. Только вы. Вот как вы. Это и это тоже. А вы сможете его подыграивать? Ну, плохо. Я постараюсь. Хорошо. Вам подыгрывать. Как раз фильм. Вы касаетесь гитар. Вы поете продуктивно. Крок, как он звучал. Производит. Как хотите. Могу спеть. Это я вспомню. Только вы не покажете на передачу. А чего тогда пленку переводить? Чая на денег стоит. Я прошу вас не делать вот этих замечаний. Пленка казенности еще не занимается. Вот они как с казенной пленкой обращаются. Там уже пусто. А ты, Наташа, убежал потом. А может быть, нет, разбег-то такой вот этот. Нет, нет, это все. А вот он. Надо быть просто стоять. Давай попробуем. Ну, только, Роман, вы хотите прямо спеть? Нет, я попробую сейчас. А потом чуть скажете. А вы что, снимаете уже? Да, да, да. А потом чуть скажете. Как, снимаете? Пока нет. Ну, горит-то у вас. Я же вижу. Он балансирует по белым пока. Ну, у вас выступление еще как-то нет? Нет, я вступление не умею. Я же играю в блатный кадр. Хорошо. Гура заснул на небо седа. Сон. Но нет в этом небе огня. И давит меня. Это небо и гнёд. Вот так она любит меня. И давит меня. И это небо и гнёд. Вот так она любит меня. Что пусто в груди, Ах, мне бы уйти на дорогу с войной. Но старый солдат, я стою как в строю. Вот так она любит меня. Вот старый солдат, я стою как в строю. Ах, мне бы уйти на небо и гнёд. Вот так она любит меня. Папа-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не хотите говорить? Пожалуйста. А как можно говорить? Вы должны меня спрашивать. А уже вас и спросили. А музыки? Да. Ну, видите, что я стою. Музыка, конечно, играет для меня в фильмах огромная роль. Но поскольку я не могу сказать, у меня нет музыкального образования, к сожалению. Я люблю музыку, чувствую, люблю песни. Очень много знаю наших военных песен. Чуть-чуть напеваю арии и так далее. Но она всегда какую-то, в общем, роль играет. Но поскольку я не имею, повторяю, музыкальное образование, мне, наверное, трудно объяснить композитору, что я хочу. То есть я не оперирую специальными терминами. Я пытаюсь сказать, но это не всегда получается. Поэтому время от времени я позволяю себе, так сказать, музыкальный ряд выкладывать сам из того, что я знаю, люблю, что-то, естественно, мне представляется уместным и как-то так и включается в драматургию. Вот. Ну, и такой есть еще один простой принцип. Хотя он, наверное, тоже оправданный. У меня в картины входит все то, что я люблю. Понимаете, вот те... Ни подряд, ни неуместно, но тем не менее. Вот, например, я, к примеру, скажем так, не то, что я вот это называю как что-то... Ну, как иллюстрацию. Я очень люблю музыку. Вообще люблю Фауст, только оперу. И очень, в частности, люблю Вальпургиеву ночь. Слушаю. И все же, ну, вот этот вот сок из Вальпургиевы ночь. И нашел, наконец, послесловие. Я, кстати, ни к чему не привязываю. Это было бы случиться с целью. Вот. Ну, и так далее. Я помню, когда мы начинали писать с Гребниевым июльский дождь, я ему говорил, что Толя, картина будет начинать с умертюрой Купери Кармана. Он очень удивился. Я говорю, да, ну, вот. Мало, что ты загнешь. А потом, когда уже материал, картина была почти снята, однажды я показываю материал, уже он бил немного раз. Начало поезд по Москве, по Петровке. И вдруг, значит, как продвинулась камера и как ударила вверх. Он просто с дробу-то показывает. Вот. Так что... И здесь, конечно, многое я слушал, прихват, скажем, Чаплина. Это вот тема из Огнера. Замечательная. Она, по-моему, очень уместная. Но она здесь звучит, как какая-то тема, которая очень любит, как конкретная музыкальная тема, мелодия, которую любит очень героя. Она очень такая просветленная. В ней какая-то такая и тоска, и мечта. И она вот в этой сцене, где идет распродажа бытовая, она как-то вдруг как бы вопреки звучит. Правда, в этом варианте она просто возникает. А в окончательном там есть кадры, где он как бы ставит пластинку. Вот. Это не от всех. Вот. Вот тоже я уже говорил о Бахе. который как-то так давно ждет своей очереди, как бы, но уже с тех пор его во многих картинах уже использовали. И не только уже она появилась за Тарковского, но и во многих других периодах, да, сейчас разнообразно. И когда пришло время, и мне Сталин говорит, что она же может быть не стоит. Я говорю, ну я ничего могу сделать. Она здесь выражает, я ничем ее заменить не могу. И так она, в общем, и есть. Тем более, что, понимаете, вот композитор, как-то мне говорил, а может быть мы напишем что-нибудь. Нет. С другой стороны, это должна быть музыка, которую знают. И вот в сочетании с ее каким-то иным, так сказать, возникновением, она и создает тот смысл. Точно так же, как, скажем, ну, та же Увертюра, или, допустим, у меня начинается картина послесловия «Лунные сонаты». И вот этот эффект сопоразительный, замечательный. Музыка с каким-то, казалось бы, совсем не тем зрительным кадром, когда так вот самолеты делают, фигуры вышел, пилотаж, потом парашюты летят. Она какой-то странный смысл. И очень, для меня, все-таки, очень волнующая. Потом она повторяется так. В финале, где улетает герой, старик, а герой стоит, задумавшись, и потом вот под эту музыку начинается проявляться его фотографии. Это большой, безтекстовый финал. Потом он выходит на балкон, и там ему кажется, что на балконе противоположного дома стоит старик, протянув руки. Я вообще люблю очень финалы, где вдруг, так сказать, кончаются слова и идет какой-то, вот как здесь тоже, с рекою. У меня практически во всех каких-то есть финалов, где, как бы, музыка ведет. Вот был месяц в мае, там начинаются документальные кадры в конце, и музыка французского композитора Болнового, современная музыка, и она, что поразительное, что она современная, особенно до того времени, эстрадная музыка, и в то же время мне говорят, проразительная, трагическая нота, поэтому она вот на все это вложится, как бы, она сегодня, я здесь, я современна, но в то же время она плачет и таким образом говорит вот этим беспечно идущим людям, как бы, тревожит их состояние и говорит о том, что вы даже не подозреваете, что с вами может быть, когда она так, потом, когда возникают кадры где-то, вот, так же, скажем, ну, что у меня кончается, скажем, после у Тесова после замечательной песни Ласовска-Касартика вдруг звучит балалайка и русская тема звучит, какая-то, какая-то странная пауза, непонятная, и лица молодых людей. Конечно, это даёт музыка большое значение, но мне приятнее и как бы не зависит от другого. Потому что у меня был печальный опыт в двух фёдорах, в Одессе ставилась картина. И задумывалась она вначале, как весь музыкальный ряд, построенный на материале песен Отечественной войны и послевоенных сразу. Ну, и должен был приехать Карамышев, который должен был оркестровать всё это, он оркестровал как раз мелодии Макроусова «Весняно-Заречный». И это было очень уместно и верно очень продумано. Потом этот принцип широко произвелся, первотогрик. Так что, я не думаю, что я его забрел, но во всяком случае я как бы ему следую. Но там запротестовали, не должен быть только украинский композитор, а в итоге композитор Мейтус очень подличный, такой интеллигентный человек, ну, написал мозг, который гремит, крохочет, как я сильно проигрывал. от этого, потому что другая интонация должна быть, кроме начала, который спорить нельзя было, что там идут песни, когда идут эшелоны и марш, ну, попробуй, ты скажешь, что нет, марш, это не годится. Ну, с маршем это отдельная история, могу рассказать, если вас это интересует. Дело в том, что была такая картина «Донбасс», там было два замечательных эпизода, и было два марша. Значит, один марш легко был угадан, как говорят, показал, мне были переписаны, выпечатаны этот кусок документальный, и мы пригласили оркестр, оркестр Одесского артиллерийского училища, они послушали два, как известно, это называется «Праздник Октября», по-моему. А второй марш, когда они услышали «Советский герой», это марш Хальта, крещённого композитора, но у нас он есть в наших книжечках для оркестра, но эти страницы у нас заклеят. Я говорю, что же делать? И они накануне записи музык на пару распарили эти страницы, расклеили, и представьте себе ситуацию, оркестр духовой собран, капельмейстер смахнул палкой и пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Звучал этот марш замечательно. У него тоже есть такая пролзительная нотка расставания, когда уходит эшелон, он уже, Федор стоит, а пацан все уходят и потом он бросается за ним и говорит, вот этот марш потрясающий, праздник октября совсем другой, радостный марш встречает, он такой мерный, такой мужественный, так сидящий, он уходит. и так далее, повторяемость в нем фразы, и я помню, как я сделал очень длинный эпизод, там вообще очень любопытная история, что он снимался как бы в расчете там длинный кадр, где стоит сукшин, в расчете на потом чтобы в монтаже его разрезать, чтобы он монтировался с уходящим мальчиком, и когда я доложил музыку и уже, так сказать, поставил этот кадр, я не могу его разрезать. И этот план, где он смотрит вслед под собой, курит, который рассчитан был, надо сказать, то, чтобы перемежаться и так далее, я не могу его разрезать, ну не могу не подниматься рукави, он так целиком порт, после хлопушки до конца так и вошел в картину, я по-другому смонтировал это, у меня там говорили, значит, они будут называть очень, так сказать, крупные кинотеатрографисты, мои, правда, ровесники, они говорили, что, ну как-то, я не понимаю, но это же нереально, ну что там все стоит, чего он там все маршит, да и что он идет, идет, идет. и вот, я вам могу сказать, вот стишова такая критика, она замечательная, так сказать, критика, мой друг, это с критиками нечасто, дружи, она написала в искусственном кино некое, так сказать, статью, где там, я ведь затрагиваю этот фильм, она называлась «Мистерия вокзала», и вот она там говорит об этой сцене, ну почему, вспоминает картину «Белорусский вокзал», не совершенно так же к этому отношения не имеет, и если уж говорить об истоках этой сцены, то она, решение сцены, не сцена, конечно, потому что эта тема Первой мировой войны, это другая совсем, хотя как тема войны, она не перекликается, но эта сцена по какому-то привязанности, душевной по каким-то принципам, она как раз скорее перекликается с двумя Федорами, также долго уходит эшелон, длинно, там тоже есть такой параллельный, некогда, только он за спиной стоящего параллельной композиционной, стоящего Шукшина и так далее, тоже он идет очень, правда, значительно дольше, было бы странно вернуться к какой-то похожей в какие-то дорогой теме, чтобы сделать ее порочее, конечно, будет еще длиннее. Так что, ну вот, скажем, музыкальную кабель, мне не пригодилось снимать, и я боюсь, вообще я боюсь чистых жанров, я, хотя мне хочется надо снять, чтобы там танцевали, вот какие-то у меня будут, например, я прислал потому что я очень давно знаю, я очень рад, что он так не широко известен из его, но я давно его слышал, как раз, когда, по-моему, снимал был месяц май, но почему, потому что он очень точно ложится в эпизод, вот у меня ничего плохого, когда, скажем, песня, смыслы ложатся в эпизод и как-то перекликаются, вот некоторые говорят, что как-то это слишком прямо, по-моему, нет, это хорошо, вы не помните картину такую довоенную истребители, ну где-то замечательно Бернес там поет, а? Нет? В далекий край товарища летает, а любимый город, тоже очень люблю, и так даже вот взял ее, был месяц май, вставил там песню, вот сейчас мы куда-нибудь еще, да, жизнь разом светила, например, Эдит Пиар, у меня правда поет в Вересском дожде это Медых Кросби и Армстронг, но в одно-два еще где-то сильные листья возникли, тоже очень люблю, и так далее. То есть вы предпочитаете, если так вот говорить, музыку на подборе, грубо, если говоря, то есть нужна вы сечение? Нет, я здесь, нет, я считаю, что, ну вот, скажем, Вестан Заревич Нюльц там точно, так сказать, написана музыка, и я, нет, но дело в том, что у меня здесь какой-то, я как бы сам собой, так сказать, я более, у меня развязаны руки, я здесь, а тут, ну, приходится, надо, так сказать, а что делать? потом начинаешь из-за этого кровить, композитор обижается, а композитор любит, чтобы там все просто звучало, но все, а это в кино не всегда нужно. Вот когда я писал музыку, мы с ним дружили, покойный, мне композитор Сибельников, но я тоже не очень понимал, и он, у него еще не было достаточного, вот оказывается, пленка плохо берет большие составы, то есть этот эффект может, этого эффекта может добиться меньшим составом оркестра, там где-то какая-то, так сказать, я не знаю, в децибелах или в чем-то возникает какая-то грань, когда начинается сип, оркестр начинает чуть сипеть, объемы пропадают, ну, это мы не знали, в общем, малые составы, итальянцы в неоритических картинах очень здорово распоряжались музыкой, бессмертными народами, мелодия, потрясающая, вот как, как сказал о неороке, сразу опять вернулся к тому, что нас сейчас всех тревожит, это состояние фигни, ну, спасибо вам, если что-то случится, потому что, по-моему, нет особо, особо, что нас, да, лучше об этом не говорить и не думать, это было бы страшно, сразу, как и я, но... Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет, Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет, и ничего, что всегда, как известно, наша судьба, то гуляба, то полюбая, что-то я тут вру, не оставляйте стараний, моя сторона, не убирайте ладони, солома, не оставляйте стараний, моя сторона, не убирайте ладони, солома, коротки наши лета молодые, миг развеются, как на кастерах, красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах, но ничего, что всегда, как известно, наша судьба, то гуляба, то полюбая, не оставляйте надежды, моя сторона, не убирайте ладони, солома, не оставляйте надежды, моя сторона, не убирайте ладони, солома, Где-нибудь на остановке конечна Скажем спасибо этой судьбе Но из грехов нашей Родины вечной Не сотворить бы кумира себе И ничего, что всегда, как известно Наша судьба то гулява, то полива Не обращайте внимания, моя сторона Не убирайте ладони с лоба Не обращайте внимания, моя сторона Не убирайте ладони с лоба Да, это вы делаете, очень замечательно, что Заплакал Пусть след дождичка Небеса просторнее Но глубине вода Зеленее медь В городском саду Флейты давал торны К апельмистеру Хочется взлететь В городском саду Флейты давал торны К апельмистеру Хочется взлететь Ах, как помнятся Прежние оркестры Не военные А из мирных дней Расплескалась В уночках окрестных Та мелодия А поющих нет Нет Расплескалась В уночках окрестных Та мелодия А поющих нет С нами женщины Все они красивые И черёбуха Вся она в цвету Может, жрень наш Выбадет счастливый Снова встретимся В городском саду Может, жрень я Выбадет счастливый Снова встретимся В городском саду Но из прошлого Из малой печали Как не сетую Как я не молю Проливается Черными ручьями Эта музыка Прямо в кровь мою Проливается Черными ручьями Эта музыка Прямо в кровь мою Я давно просто убежден, что была просто Один из... Ну, я не знаю Я другого такого в наше время не знаю Дело в том, что Модные формы Кто-то соблюдает еще что-то Хорошие поэты Социальные... Этот идет своей дорогой Не стесняется традиции Не стесняется Так сказать, ну, полноты чувств Каких-то очень простых Знакомых вещей И все это О жизни, о главном О смерти, о прошлом Ну, потрясающе Он совершенно гениальный человек Никакого сомнения Нет, это я говорю Осознанно Потому что это я давно помнил И ужасный был Невероятно Хотя ему картина моя Не очень понравилась Он сказал, что Что же это такое Он нас обидел Вот я его обидел Мы, говорят, все такие Маленькие, маленькие А он снял такого большого Жалушничка Прямо это Принял на землю А я готовил Другой сюрприз Я говорю Вот Жене его Говорю Надо, чтобы Обязательно было Потому что Там есть для него сюрпризы Я Не говорил ему ничего Что там будет роматься Думаю, будет это Для него сюрпризы А он мне думает Я ему Обидел Понимаешь, какая Смышно Да Было-то это, конечно Это Жалко, нельзя Так долго прожить Чтобы Быть свидетелем Потому что Я прав Очень Надолго Я Может и навсегда Вот так Не может Не может Не весь Стоять Что На ветер Люблю Вселенный Перед ним Стоять Колено Преклонен Вот иные Столетия Остали И Бесчетно Воды Утекло Песчетно Утекло Наш Утекло Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...